коротко о погоде в москве друзья середина сентября идет град холодно и очень неприкольно поэтому надо перебраться куда-то где потеплее но где при этом также есть очень красивые небоскребы полетели в шанхай вы только посмотрите какой вид вон там парусник плывет он весь аж горит это же не алые паруса мы сейчас находимся в шанхае очень приятный вечер понедельника и мы сюда пришли для того чтобы посмотреть на презентацию нового смартфона от вива посмотреть как там все грандиозно выглядит сейчас подойдем посмотрим поближе плюс нам покажут новый смартфон viva next 3 сама презентация длилась где-то около часа я вам все ее показывать не буду просто покажу пару классных кадров ну а дальше непосредственно поговорим про смартфон в общем-то горячь шанхай я уже вернулся побывали на презентации нового смартфона viva next 3 на момент когда я ехал в шанхай я не знал об этом смартфоне ровно ничего кроме того что это точно будет смартфон 5g потому что на входе была огромная вывеска viva next 5g но тут не трудно было догадаться самый большой минус презентации заключается в том что она проходит в китае бренд это китайский соответственно она проходит на китайском языке там конечно был переводчик на английский но какое-то время он не работал поэтому часть презентации приходилось воспринимать сугубо по картинкам но опять же основные моменты в любом случае были понятны и сейчас я хочу вам их показать но не формате техно обзора знаете а вот когда я вернулся из китая меня друзья начали спрашивать ну чё как ты слетал как там что смартфон новый то вообще что в нем прикольно какие основные фишки и я подумал что сухие технические характеристики это уже не модно это не прикольно надо рассказывать об эмоциях о впечатлениях поэтому когда меня спросили какая основная фишка этого смартфона я сказал абсолютно безрамочный экран вот прям совсем мне никто не поверил мне друзья стали сразу видеть да что это маркетинговый ход не бывает совсем без рамок по-любому нам что-то есть но я вот вам что скажу если вы до сих пор не заметили этого смартфона значит рекламный ход сработал потому что он был здесь самого начала а вот он собственно говоря давайте наглядно покажу это новый viva next 3 с абсолютно безрамочным экраном возможно у меня не очень удачно удалось показать этот трюк но по крайней мере на презентации это произвело фурор когда глава viva или я не знаю честно говоря даже кто нам вещал со сцены он просто подошел к экрану где был какие-то представительные слайд взял вот так смартфон зал взорвался зал просто аплодировал стоя это реально было круто я думаю что вот так наглядно будет видно то что смотрите слева и справа у нас рамок нет потому что экран туда загибается вообще вот ну чуть ли вообще не на обратную сторону вот что с этой что с этой стороны 99.6 процентов передней части этого тупо экран небольшие полосочки остались снизу и сверху это сверху зацените тут остался динамик его решили не убирать под стекло но если бы его убрали как в предыдущих моделях а у viva до этого была модель в которой не было верхнего динамика он находился под экраном в принципе работал неплохо почему от него отказались я не знаю но видать просто кому-то это не по нраву кому-то больше нравится ну вот обычный классический динамик да ну так вот если бы этого динамика не было то я думаю что верхняя полоска была бы даже еще на один миллиметр меньше новый экран называется waterfall то бишь водопад и выглядит он так ну вот просто как нигде смотрите насколько сильное закругление притом с обоих сторон ну такое я честно говоря не видел еще пока ни у одной компании это очень круто и красиво поэтому когда мои друзья которые изначально не верили что такие смартфоны бывают подержали в руках они его сразу же захотели то есть еще даже не знаю вообще никаких других характеристик просто вот этот экран это любовь с первого взгляда но фишки то на этом не заканчиваются друзья если мы посмотрим внимательно этот смартфон вот допустим на его правую грань да либо если так перевернуть на его левую грань вы увидите что здесь нету вообще ни одной кнопки а их попросту нет точнее нет здесь есть одна всего одна физическая кнопка она располагается вот тут сверху я так понимаю что она нужна только лишь для того чтобы в первый раз когда смартфон совсем выключен чтобы его можно было запустить дальше все переходит на сенсорное управление с правой стороны под большим пальцем там где обычно находится кнопка блокировки есть вот такая небольшая ребристая поверхность и снизу есть минус и сверху есть плюс соответственно это регулировка громкости все сенсорное но при этом с виброоткликом то есть когда мы докасаемся сюда пальцем мы чувствуем виброотклик и у нас начинается регулировка звука соответственно меньше либо больше технология называется touch sense и по сути ничем не отличается от обычных кнопок ну кроме того что тут ничего не надо нажимать все просто тупо сенсорное то есть если мы хотим заблокировать смартфон просто прикладываем сюда палец он у нас заблокируется точно также разблокируется если тут нет пароля самое интересное что вот эта кнопка сверху которая физическая она по сути выполняет тот же самый функционал можно включить или выключить наш смартфон просто она физическая касательно других способов разблокировки как вы понимаете здесь нету разблокировки по лицу банально потому что нету камеры я думаю вы уже заметили что здесь нет ни челки никуда-то вбок нигде здесь камеру не прятали просто ровный красивый экран а все потому что это viva и в лучших традициях они решили спрятать камеру непосредственно внутрь корпуса чтобы она выезжала когда надо а когда не надо чтобы она не мешалась для тех кто не представляет как это выглядит смотрите открываем камеру переворачиваем все это дело на селфи и она выезжает самое крутое мало того что у этой камеры 16 мегапикселей так у нее еще и есть смотрите встроенная вспышка но не красота ли касательно того какой у нее ресурсы насколько часто она может вот так выезжать и выезжать из корпуса я не знаю но скорее всего все сделано качественно и круто а вот насчет того насколько эта штука мощная насколько мощный там стоит мотор насколько мощные привода Да, сейчас проверим. Мне поможет в этом литровая бутылка газировки. Неплохой такой, думаю, способ будет проверить, насколько сильная эта камера. Ставим бутылку сюда, переходим в режим камеры и нажимаем на селфи. Она сдвинулась. Она реально сдвинулась. Для наглядности еще раз. Убираем нашу камеру, подносим вот так смартфон и снова ее выдвигаем. Ха-ха, реально сдвигается. В принципе, если вы соберете достаточное количество лайков, то можно выпустить отдельное видео на тему того, какие предметы может сдвинуть селфи-камера Vivo Next 3. Я думаю, это будет интересно. Внизу ставьте лайки, дерзайте, друзья, все зависит от вас. Продолжаем исследовать смартфон дальше. И что еще, кроме экрана и того, что в нем нет кнопок. Снизу здесь все по стандарту для Android смартфонов. Динамики, микрофоны, USB Type-C и слот для сим-карты, но только лишь для двух сим-карт. Никаких карт памяти, они здесь не нужны. Смартфон и так идет на 256 гигабайт, но в двух комплектациях на 4 и на 12 гигабайт оперативы. Плюс есть версия на 4G и на 5G. Кстати, насчет лотка для карты памяти. Почему-то никто не обращает на это внимания, но мне кажется, что это очень важно. Лоток здесь очень крутой, сейчас объясню почему. Во-первых, зацените, какое крутое дизайнерское решение. Красная резинка, ну а дальше, смотрите. Не знаю, заметно так или нет, надо показать поближе. Сим-карта в этот лоток не просто кладется, она в него прям зажимается. Смотрите, вот здесь прям вот такой есть зажим, чтобы она не болталась, чтобы она не вываливалась. Я не знаю, как у вас, но у меня и у моих друзей очень часто бывает такой момент, что лоток либо со временем расшатывается, либо сим-карта может быть немного криво обрезана и она болтается в лотке. Из-за этого могут быть проблемы со связью. Иногда, может, просто берешь смартфон и у тебя надпись, что сим-карта не вставлена, хотя она в лотке лежит. Это как бы такой маленький и незначительный момент, но тем не менее, круто, что об этом позаботились и я прям в восторге от этого. Но потом однажды, когда вы возьмете свой смартфон и у вас появится вот эта надпись о том, что сим-карта не вставлена, вы вспомните мои слова. Кстати, касательно того, что лоток был прорезинен, на презентации абсолютно ничего не было сказано о водозащитных свойствах этого смартфона. То есть непонятно, можно ли его бросать в воду или нельзя. Если подумать логически, лоток для сим-карты прорезинен, значит у него есть небольшая водозащита. Дальше по корпусу у нас нет никаких вырезов, нет никаких кнопок и нет ничего. Скорее всего, водозащиты нет исключительно из-за выдвижной камеры, потому что такой механизм, честно говоря, я не представляю, как можно защитить от попадания влаги. Поэтому, возможно, водозащита здесь есть, возможно, она работает в том случае, когда камера у нас не выдвигается, то есть если открыть камеру под водой, то все, кирдык, смартфон зальет, хана. Либо же он защищен от попадания влаги только лишь до верхней части, то есть если мы вот так его будем в воду планомерно опускать, то вот до момента, когда мы полностью его погрузим, он будет работать, соответственно, потом сверху зальется вода и все, кирдык. Короче, я не знаю, защищен ли этот смартфон от влаги и пыли или нет, но, честно говоря, как-то проверять не особо хочется. Теперь, наверное, давайте про еще одну фишку, которую никак нельзя обходить стороной, это камера. Я даже не знаю, что в этой камере самое основное. То, что здесь есть модуль сверхсуперширокоугольной камеры, которая позволяет делать просто какие-то космические снимки с нереальным углом обзора. Либо то, что эта камера может делать снимки на 64, мать его, мегапикселя. Сложно представить, на самом деле, как они смогли уместить такой сенсор вот в такой маленький и тонкий корпус, но, тем не менее, эта камера действительно может снимать в таком космическом разрешении. Не все понимают, для чего нужно все 4 мегапикселя, у кого-то там вообще 12, 18, у кого-то может даже 8, и все с ним нормально живут, но до момента, пока вы не кадрируете вашу картинку. То есть, допустим, фотографируешь пейзаж или тот же самый ночной Шанхай, допустим, там, где была презентация, да, где я эту камеру, собственно говоря, ночью и испытал. Кстати говоря, ночной режим здесь тоже очень крутой, космический, ну, видите фотографии. Вот это ночной Шанхай, просто абсолютно темное небо, и вот такие получаются снимки. Очень меня порадовал ночной режим съемки в этом смартфоне, и как нельзя кстати, вечер, Шанхай, крутые небоскребы, снимки тоже получаются безбашенные. Помимо безбашенных снимков на 64-мегапиксельный сенсор, также записал сэмпл видео, чтобы можно было оценить стабилизацию этой камеры. Еще одно место, где может пригодиться ночная съемка, это бары, клубы, рестораны и любые подобные заведения, где, как правило, царит уютная, спокойная атмосфера со слабым освещением. Здесь, как вы можете заметить, снимки тоже получаются очень яркие и красочные, поэтому можете не переживать, если вам вдруг принесут красивый коктейльчик, то вы сможете сфотографировать его так, что все ваши друзья обзавидуются, что сейчас сидят дома, а они тусуются с вами. Но что касательно широкоугольной камеры, я предлагаю вернуться в Moscow City, там это все будет понятно наглядно, надеюсь, что град уже закончился. Прямо сейчас я предлагаю вам оценить качество видео на фронтальную камеру, как показатель, можете, знаете, что использовать? Град. Видно ли вам град на мне? Видно ли вам град, который падает с неба? В общем, снова мы вернулись на набережную около Moscow City, и так получается, что весь выпуск нас преследуют небоскребы. Сначала в Шанхае, но теперь и здесь. С той лишь разницей, что на набережной в Шанхае мы стояли с обратной стороны, точно так же, как и люди, которые приезжают сфотографироваться на фронтальной камере. На фоне вот этих огромных небоскребов. Так как они очень большие, в объективы камер, даже наши, мы сейчас снимаем на широкоугольную линзу, они полностью не влезают. Поэтому люди, которые хотят сфотографироваться, чтобы запечатлеть все величие этих небоскребов, обычно идут на набережную Тараса Шевченко. Она находится с другой стороны, вот по ту сторону от Москвы реки. И там уже на любой смартфон, на любой оптику, в принципе, небоскребы влезают. Но сейчас мы непосредственно с широкоугольной камерой Vivo Nex можем сделать потрясающий снимок прямо отсюда. Смотрите, чтобы не быть многословным, да, вот я переключаюсь на обычную камеру, у нас полностью небоскреб не влезает. Но, стоит не перейти в режим сверхширокоугольной камеры. У вас будет сверхширокоугольная. Оба! Смотрите, и траву видно, и вверх делаем снимок. Москва-Сити полностью влезает. Смотрите, какая красота. Для сравнения, вот так выглядел бы снимок, если бы я фотографировал его на обычный смартфон. Но, стоит мне только перейти в режим сверхширокоугольной камеры и совершенно другая история. Мне не нужно переходить на другую сторону реки, чтобы уместить и себя в полный рост, и небоскреб. Помимо фоторежима, сверхширокоугольная камера также работает и в режиме видеозаписи. И вот вам для сравнения охват. Просто вот насколько разные углы обзора у обычной видеосъемки и у широкоугольной. Ну, согласитесь, это же совершенно другая история. Что касательно портретного режима, то, скажем так, результат, конечно, неплохой, но я, честно говоря, видел и получше. У многих других смартфонов банально больше возможности сделать какой-то красивый эффект размытия, бакетом, движением, цвета наложить и так далее. Но широкоугольная камера, это просто вне всяких похвал. То есть, вот просто для сравнения, вот так выглядел бы обычный снимок, да, соответственно, широкоугольная. У нас полностью весь небоскреб влезает, и для этого даже не нужно переходить на другую сторону реки. Что касательно игр, тут есть несколько моментов. Во-первых, это Snapdragon 855+, и если вам это о чем-то говорит, то дальше продолжать ничего не буду, вы и сами все поняли. Если ни о чем не говорит, то просто знайте, что это один из самых мощнейших смартфонов на данный момент. Поэтому играть на таком смартфоне будет более чем комфортно, но есть один небольшой нюанс. Такое нестандартное соотношение сторон не для всех игр подходит, а плюс еще если учитывать закругление, то для того, чтобы увидеть часть информации, иногда смартфон приходится наклонять непосредственно вот так. То есть вот теперь я вижу все цифры, а если я буду смотреть на смартфон под привычным углом, ну то они как бы немного уползают за горизонт. Но возможно, производители игр со временем устранят эту проблему тем, что адаптируют их под вот такие, даже самые безрамочные экраны. Кстати, насчет игр, друзья, многим интересно, во что я играю. В последнее время это в основном только Brawl Stars, и у меня здесь есть свой клуб. Смотрите, 120 FPS 4K Gaming. Я думаю, вы знаете, что делать. Продолжая о необычных возможностях этого смартфона, которые задействуют его не менее необычный экран. Это эмби-подсветка, эмби-саунд. Это работает с абсолютно любыми треками, а также с мелодиями звонка. Пока у нас смартфон включен и играет музыка, ничего не происходит. Но только нам стоит его заблокировать. Смотрите, сразу же появляется светомузыка. И это наглядный пример того, как можно интересно использовать изогнутые грани смартфона. Как по мне, эффект выглядит очень прикольно, особенно если выключить свет. Что касательно 5G. Как я уже говорил, это смартфон, работающий в 5G сетях, поэтому в России об этом пока что можно забыть. Но у этого смартфона есть еще и версия на 4G. Она, кстати, будет подешевле. Что касательно цен. Стартовая цена начинается от 46 тысяч рублей примерно. Но это в Китае. Плюс старт продаж там уже начался, в Россию в ближайшее время обещали завести. Сколько будет стоить, пока непонятно. Но сказали, что не намного дороже, чем в Китае. И это будет классно, потому что смартфон с таким дизайном и при этом в несколько раз дешевле флагманов, которые сейчас выходят в мировые. Ну как по мне, так это вообще просто кайф. А вот в плане дизайна, так этот смартфон просто впереди планеты всей. 5G может быть и не нужен, а вот 12 гигабайт оператива, а именно столько идет в максимальной комплектации этого смартфона. То есть 12 гигабайт оператива, 256 гигабайт памяти, 5G и 855 Snapdragon+. Ну они вообще везде как бы Snapdragon. Разница, то есть по сути только в оперативной памяти. Короче, я надеюсь, что вам понравился этот обзор, друзья, на новиночку. Vivo Nex 3 с выдвижной камерой безрамочным дизайном. Надеюсь, что это получился не тупой вот сухой техноблок, да, с фактами, как многие там кто-то делал. В первые дни выкладывали обзор на этот смартфон. Мне такое не нравится. Я вот походил с этим смартфоном недельку, самым лично попользовался, получил впечатление и я с него кайфую. И как я уже говорил, мои друзья все тоже просто подержали его в руках, все сразу его захотели. И вообще, когда этот смартфон появится в продаже в России, я вам настоятельно рекомендую, вот я прям даже настаиваю, пойти и просто потрогать, пощупать этот смартфон где-нибудь на стенде. Я вас уверяю, вы в него влюбитесь. Ну а у меня же на этом все, друзья. Меня зовут Тимур. Если вам понравился этот ролик, не забудьте показать это вашими царскими лайками, а также подпиской на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Вам нажать пару кнопочек, сейчас спуститься под описание несложно, а мне будет безумно приятно, поверьте мне. И, как всегда, спасибо за просмотр. До скорого.